Привет! Читаем ваше письмо. Черенок, привитый в крону, заплодоносил. Сорт скороспелка Мичуринская. Но есть подозрение, что это что-то другое, так как строк длинулся примерно на месяц. Черенок ваш, помогите индифицировать сорт. Когда я увидел, я немножко, время сокращаем, почему? Да, на фотографии, или там даже видео, по-моему, вы прислали, вот это вот. Там, значит, груша среднего размера. И действительно, на скороспелку не похоже. Но, я очень надеюсь не забыть и перенести разговор на следующий раз. Почему? Уже дважды я показывал, помните, присылают мне фотографию, привитая груша, две ветки культурные, одна дикая. Причем, 100% дикой. Судьбу дальнейшую не знаю. Сутих случаев было два. Последний случай, он у меня настолько, а я не могу откликаться постоянно, я только вчера, позавчера делал фотографии, а уже кабинет был сверстан. И там, на высоте моего головы, или чуть ниже, там у меня, я фотографию смотрел со всех сторон, из культурной груши вылезла дичайшая ветка с сотнями вот таких плодов. Покажу, ахните, мне осталось найти саженец, это особое, слушай, это его судьба, видимо, как будто Бог помогает. Чтобы специально, что ребята, эффективная генерализация, это не чушь собачья. Это все намного серьезнее. И она приносит величайшую пользу. А отдельно в случае, когда вместо культурной вылезает одна ветка, вот такие вот, так, я покажу вам, я буду вместе со мной, но среди вас много настоящих садоводов, я имею в виду думающих, вот, и как бы еще другое слово назвать, таких, ну, которые не то, что верят всему, которые хотят верить в чудо. И вот это чудо у меня случилось вот сейчас, а началось оно, о, я всю эту историю расскажу, оно у меня так получалось, что целая история, а почему потом ниже будет еще одно письмо, там как раз будет об этом. И вот получается, что уникальнейший случай, как нужен, чтобы кто-то, не так, как Роскобилов, который, это самое, у меня был, наверное, раз сто, но ничего это не изменило, а все это должно было быть, ну, как сказать, вот, 30-е годы, да, там, там сессия восхнила, мне очередная копия гремят, академики против академии, только что морду не били, но в тюрьму многие пошли. Понимаете? Это было настолько нужно России, настолько важно это было, куда дальше пойдем? Семенное размножение или прививки. И победила не та школа. А сейчас даже осознать этого не могут. А тут только бы заикнуться, чтобы вот сейчас они висят или какая-то, тут же телеграмма, ждите там, не подходите к дереву, сейчас вот это, едет комиссия с Москвой. Разбираться с этим случаем. Когда и культурные, и дикие, на одном дереве, причем прививка, вот она у земли. Все сфотографировано, все это, доказательства впереди. Но ведь от этого все будущее зависит от таких примеров. И мне Бог дает еще один пример, еще один, еще один, еще один. И мы их рассмотрели десятки только на вебинаре. Ну как обидно, что еще год теряется. Там такой последний не осталось вообще людей, которые это, вызубрили, вызубрили. Помните эти полутисты-берязвики? Это же надо было взять, скопировать фразу. Вот. Что витативная гибридизация лжа на ухо. В 22-м году, в 22-м, в 21-м веке взять и мордой ткнуть. Не имея ни малейшего понятия ни о чем. Но это же было политическое заявление, чтобы убить этих самых людей, противоположных лагерях. Политическое заявление. Уже наука. Ах, вы уже наука. И воронок. И не понять этого сейчас, сегодня. Когда столько примеров я привел. Уже много лет, как я уже из статьи готова, эти были. Селекционное клонирование. Раз. Это витативная гибридизация. Четыре поколения. В общем, не понимаю я. И вот получается, что ваш сорт Мичуринский, скороспелка Мичуринский, изменилась. Но это скороспелка. Уже хотя бы потому, что халтуру я никогда не допускал. Вот. Серенок привитый в крону. Вот. И Мичурина давайте вспомним. Знаете, как этот самый основной. Понимаете, я когда-то задним числом, я все время тянула привать у земли. Я сижу и думаю, а зачем я приваю у земли? Опять ночью, вечером не знал, утром проснулся. Уже уверен, что надо у земли. Опять кто-то мне подсказал. Говорю, что. Ну, ведь потом задним числом сижу. Чем ниже приваешь, тем вообще саженец. Чем ниже приваешь, тем здоровее саженец. И вот начал привать вот так от земли. А потом сижу и думаю, ага. Под мой-то дикарь. Представляете, крона. Сотни веток. Ну, пусть 10 веток. Одну из них перевзяли, привили. Да он сам просто его выпнет, выгонит. Если не на первый год, то на третий, на пятый. Что всегда у меня и происходило. А привил у земли. А корням жить надо. А развиваться надо. А нету своего этого родного росточка. Ни одной почечки нету. И давай развивать это у чужого. Идем дальше. Скорее всего, 90% что ваша скороспелка Мичуринская настоящая. Так. А то срок сдвинулся, чего вы хотите. Это всего лишь это. Это веточка на чужом празднике. Всего лишь веточка. Как вы написали? Чернок привитый в крону. Это все объясняет. Ни хрена не ждите от него то, чего хотите. Если вы привили в крону. Вот такой мой вывод. Продолжение следует.